Девушки отдыхают Как все изменилось вообще в музыке? Вы знаете, в музыке что бы поменялось? Ну, во-первых, например, то, что, допустим, современная поп-музыка в большинстве своем, благодаря, так сказать, такой богатой стране, как Америка и достаточно музыкальной, она имеет такое серьезное давление, в общем, тут ничего не поделаешь. Они много продукции выпустили, они ее много выпускают, и дело в том, что, как выясняется, она тоже очень тупиковая, то есть очень много появилось похожего, однообразного и уже неинтересного. Раньше люди делали творческим вопросом, занимались, и все было хорошо. А когда они прекратили творческим вопросом заниматься, стали заниматься вопросом коммерческим, естественно, сразу пришли в тупик. А что делать? Как сочинить такое, чтобы везде продавалось? Как сочинить что-то такое, чтобы везде это все было, по всему миру, и, в общем, все было хорошо? Ну, дело в том, что пришел интернет и сказал, ребята, все стоит дешево. Залез, посмотрел, залез, послушал, и уже ничего покупать не надо. Значит, надо играть концерты. А концерты играть как? Ну, надо же что-то делать. Значит, надо искать инвесторов, спонсоров и так далее, потому что люди хотят получать хорошо, люди хотят жить хорошо и так далее. Сейчас очень многое поменялось в этом смысле. А оказывается, как мы всю жизнь работали, не от компакт-дисков, кроме поп-музыкантов, а именно от концертов. Мы концерты играем, мы этим зарабатываем. Вот. Ну, у нас так и осталось. А там целая индустрия прошла. Компакт-диски, виниловые диски. Хоп, все, закончилось. Потом вдруг опять винил вернулся. Да. Ну, какой, какой-то старый такой, какой-то там древний, да, даже современный уже сейчас делает, винил, да. Еще какой. Да, еще какой, да. Ну, это говорит о том, это говорит о чем? Это говорит о том, о чем говорил Джон Леннон. В музыке все было хорошо, пока не вмешались экономисты и юристы. С этих пор музыка закончилась. Ну, по крайней мере, пошатнулась. Музыка-то, в общем-то, не закончилась. Музыка как была, так и есть на небесах, существует. Кто услышал, тот ее и поймал. А дело в том, что услышать-то хотят что-то такое, что опять же продать надо. Ну, а как? Музыка этого не любит. Музыка любит, что ты ее слушал и воспроизводил. А продастся, не продастся, это уже дело не музыкальное. Это уже дело больше экономическое. Ну, когда вмешались экономисты и юристы, и даже до этого, и после этого некоторое время, сотни тысяч людей ходили на концерты, стадионы собирали. Ну, я не говорю уже о Вудстоке. Ну, дело в том, что Вудсток, это был... Ну, это один из вариантов. Да. Ну, Вудсток, это был один из последних вариантов, когда молодежь кричала, что так нельзя делать. Я хочу задать вопрос, а почему это так привлекало? Что сейчас нету такого социума, такого подготовленного социума для того, чтобы воспринять... Нету. Сейчас людям дали наркотиков побольше, дали еды побольше, и люди перестали протестовать. Рок – это музыка протеста. Это музыка, которая кричит о том, что так нельзя. Она кричит взрослым. Молодые люди кричат взрослым, вы делаете неправильно, так нельзя. А взрослые делают неправильно, по-прежнему. Но это по-прежнему... Они поняли, что, чтобы музыканты не кричали, они шумели, надо их накормить, дать им побольше наркоты или еще чего-нибудь, чтобы они заткнулись просто. И все. Но всякое явление вырождается, к слову сказать. Джаз тоже когда-то был музыкой протестной, да? И бутлегерской в том числе. Но потом, сейчас джаз, ну, не то чтобы он выродился, он принял формы какие-то такие, что он заменил собой классическую музыку. Теперь джаз – это классика, да, фактически. Ну, я так не думаю, классика как была, так и осталась. Классика на классику ходят, в филармонии ходят, в концерты слушают, все нормально. С джазом произошло вот что. Вы немножко только не правы. С джазом произошло следующее. Когда джаз был по-настоящему поп-музыкой, а он был таковой, он протестный в общем-то не был. Джаз, ну, какой джаз? Ну, конечно, я так, к слову. Да. Джаз не протестный. Джаз – это выдумка. Джаз – это придуманное. Ведь поп-музыканты, они реально говорят о том, что на самом деле есть. Поп-музыканты, как никто, они говорят правду. Да, можно их музыку не любить, можно обратить внимание на то, что они часто бывают бездарные абсолютно, или малообразованные, или малоприличные, но они всегда говорят правду. Я хотел бы просто уточнить, это поп-музыка или попса, так называемая? Это и попса, и поп-музыка, все. Поп-музыка всегда говорит то, как мы живем сейчас. А джаз, он рассказывает сказки. Мы – это сказки всякие, выдумки, придумки, фантазии. Вот что мы. Если я вообще считаю себя джазовым музыкантом, то я все выдумываю. Мой мир придуман абсолютно. А говорить тоже о чем-то, о том, что было когда-то, или мы можем взять какую-то современную музыку, но так или иначе, мы начинаем ее с современной музыки, мы ее начинаем говорить своими словами, начинаем говорить свои тексты, начинаем говорить о чем-то о своем. И все это придумываем. Я, честно говоря, бы и политику придумал бы. Ее уже придумали, я вам сообщаю. Нет, ну как она реальна, она абсолютно противна. А надо было бы что-нибудь пофантазировать, посочинять, немножечко поимпровизировать, она была бы легче, и люди бы немножко меньше. Ну да, волшебник изумрудного города, так воплотить немножко. Ну да, согласен, да. Урфина Джуса. Да, или там Экзопери прекрасный, выдумщик такой, да, все выдумал, здорово, и все. Вот, для меня джаз, и когда он был поп-музыкой, джаз, тогда он был в фаворе. И вдруг так случилось, что он перестал быть в фаворе. Вдруг пришли мальчишки с гитарами и звонким барабаном и сказали, ребята, ваше время кончилось. И что делать? И джазовые музыканты начали уже играть такую музыку непонятную, особенно если взять кул или бип-боп, под него не потанцуешь, надо слушать. И джаз вырвался тогда на помостки, на филармонические, на большую сцену. А так, дансинги, клубы, и все было прекрасно. Все играли джаз, пели его, и прекрасно себя чувствовали. И было написано немеряное количество нетленок, овергринов, так называемых, да? Да, совершенно верно. Тем не менее. Да, но стандарты были написаны откуда? Это же тоже поп-музыка. Это же тоже из поп-музыки. Все эти сегодняшние современные стандарты – это поп-музыка настоящая. Караван тот же самый, предположим, самый расхожий, да? Да, самый расхожий, абсолютно. Это поп-музыка настоящая, под которую танцевали, которую напевали, потому что все делали. А потом джаз стал менее понятным, он стал более закрытым. Ну а разве, скажите мне, извините, что перебил, возможно, а скажите мне, разве джаз не вырос из блюза, а рок не вырос из джаза, а джаз-рок не вырос из рока и так далее? Нет, знаете, немножко не так. Вы просто не знаете, за что зацепился? Вы сказали, вдруг пришли парни с гитарами и сказали, двигайтесь. Но они же пришли, воспитанные на этих самых джазменах. Ну, вы знаете, нет. Никакие, там, я не знаю, Битлз или Роллинг Стоун на джазменах не воспитывались. Это абсолютное заблуждение. Дело в том, что тут есть одна заковырка. Да, блюз использовали, могу сказать. Блюз использовали рок-музыканты, блюз использовали и джазовые музыканты. Почему? Потому что блюз, это вообще-то музыка белая, она не черная. Это большое заблуждение, что она черная музыка. Да. Да, это блюз, это абсолютно черная музыка. Нет, вы ошибаетесь. Ну, вы просто не знаете, я... Я знаю, я изучал этот вопрос. Я тоже изучал этот вопрос, поверьте мне. Блюз... Чарли Пэттон. Да. Роберт Джонсон. Да, это блюз-музыка. Хаулинг Вульф, Санхаус. Нет, секундочку. Я вам сейчас расскажу, как все было. Было все очень просто. Скажите, пожалуйста, в Африке есть блюзовые музыканты или певцы? Прямо в Мали вот есть. Прямо в Малинике, а там что-то такое похожее. Ну, ничего там нет. Ничего, даже похожего ничего нет. Блюзовые музыканты родились только в Америке. Почему? Потому что они использовали музыку английскую, шотландскую, ирландскую. Вот это им помогло. Блюзовые... Но так как негритянские музыканты, несмотря на то, что они талантливейшие, нереально, они все равно шотландскую музыку воспроизвести не могут, они воспроизвели по-своему. От этого блюз и пошел. Вы почувствуете, что рок-музыку лучше всего играют британцы. Почему? Потому что они все играют на блюзе. Потому что это их музыка. И все. Негритянские люди, которые пришли из Африки, тут вообще ни при чем. Просто немножко схожая пентатоническая сеточка. А так в Африке никаких блюзовых музыкантов нет и не было. Ну, конечно, в чистом виде не было. Да нет, абсолютно. И быть не может. Все эти племенные танцы, это чисто такой ритмические рисунки, очень похожие. Ну, это все похоже, но все не то. Только в Америке это могло родиться благодаря только европейской музыке. Ну, давайте сойдемся на том, что это не чисто белое музыка, не чисто черное. Ну, в всяком случае смешение, но дело в том, что корни-то все равно. Вы заметите, что рок-н-роллы, лучшие англичан, все равно никто не играет. В Европе, во всяком случае. Это лишний раз говорит о том, что это им близко. Согласен. Согласен, если не учитывать Элвиса Пресли, например, того же самого. Вы имеете, я имею в виду... Рок-н-роллы. Нет, я имею в виду Европу. Я сейчас не имею этого мнения. Нет. Элвис Пресли, это понятно. Тут все понятно. Там блюзы, там все такое. Это все... Я же говорю, это пришло из Европы, туда, потом обратно вернулось. Но чуть-чуть, во-первых, рок-н-роллы выпрямились, потому что свинговать англичане все равно не могут. Ну, это да. Тут неважно... В северной секции беда. Да. Ну, не такая уж беда. Да, условно говоря. Да, но все-таки. И вот, это главное. Я это изучил очень серьезно. Я стал копаться, это что только не стал делать. И я понял, ребята, блюз, оказывается, не просто так. А кантри-музыка? Это что же блюз? Кантри-музыка? Ну, да, это когда-то было параллельно. Да, совершенно верно. И черные музыканты использовали и кантри-музыку, и туда, потом это превратилось, перечисло в церквях. А в церквях откуда эта музыка? Протестантские церкви все белые, они ничего... Ну, они вообще-то баптистские эти. Ну, естественно, это баптистские. Да, совершенно верно. И тем не менее, все это пошло именно от европейской вот этой вот очень простой музыки. И кантри оттуда пошло, и блюз оттуда пошел, все. И вот это основная вот история, что джаз использовал блюз, и рок стал использовать блюз, и даже поп-музыканты тоже не обошлись без блюзов. Без блюзов нет, хоть с никто. И я тоже люблю блюз, и тоже люблю его играть. Да, и петь его люблю. Потому что я с детства его полюбил, блюзовую музыку. Я даже не знал, кто это поет, кто это играет. Но мне так нравилось вот это. И я стал это петь. Я стал петь всякие твисты, я стал петь рок-н-роллы какие-то, еще что-то. Потому что мне так это нравилось, а мне было всего 9 лет. Вы уже были в школе, вас уже принуждали учиться музыке? Во-первых... Или не принуждали? Это было занятие любимым. Дело в том, что я классическую музыку люблю с детства, поэтому принуждать мне не надо. Я классическую музыку очень люблю и считаю ее самой совершенной музыкой на свете. А что там у вас? Какие предпочтения к классической музыке? Или нету их? Нет, я скажу, что мне все нравится. Романтики по-своему... Ну, что такое классическая музыка для меня? Классическая музыка – это как повелел Бог. Вот Бог так сказал, что должно быть вот так. Романтики начали говорить, что нет, должно быть чуть-чуть по-другому. Они стали спорить с Богом. И этот спор с Богом, опять же, выродился в то, что появились величайшие произведения, когда они все-таки Бога вспоминали. И так все время. Так все время. Вот Бах, Гендель, Моцарт, Скарлатти и очень много-много разных. Они все исполняли очень быстро. Совершенную-совершенную абсолютно музыку, которая даже была лишена всяких нюансов. Если вы посмотрите в ноты классической музыки, там нюансов нет. Ни медленнее, ни быстрее, ничего. Там вообще ничего нет. Это потом уже романтики стали применять вот эту нюансировку музыкальную. Медленно, быстро, там еще как-то. Вы должны выпить, пожалуйста. Еще как-то. Конечно. Павел тебя зовет. Сейчас, Сима, я сейчас же заканчиваю. Давай. И в этом все дело. Что классическая музыка была совершенно самостоятельной. И человек начал играть, начинал играть медленнее сам. Музыка так говорила. Медленнее. А тут он быстрее. А тут еще как-то. Вот классическая музыка такая. А потом уже появились романтики, потом появились импрессионисты, появились кто угодно. Но все равно классическую музыку никто не миновал. Это нельзя. А скажите мне, Сергей, мы сейчас живем в каком времени музыкальном смысле? Мы живем в безвремени или все-таки что-то происходит, что вас обнадеживает? Вы знаете, мне очень обидно, что не изобретено ни одного музыкального инструмента. Несмотря на то, что такие все умные, такие все изобретательные. Музыкальных инструментов никто не изобрел. Все, что изобрели, изобрели давно. Как тогда так получалось, что люди изобретали? Люди придумывали. Рояль придумали. А что изобретено в 20 веке? Единственное изобретение – это хамонт-арган электронный и электрическое пианино. И огромное количество синтезаторов, которые передразнивают все натуральные инструменты. Ну и какие-то там свои звуки, которые все равно так или иначе используются очень эпизодически. Люди не изобретают. Скоро перестанут и музыку писать, дай Бог. Потому что ничего не хотят делать. Делать ничего не надо. Зачем? Диджей встал, произнес пару фраз, какую-то музыку страшную, которую музыкой назвать-то нельзя, закрутил, и все нормально. Все довольны, потому что наркота рядом, все хорошо. Выпили, еще что-нибудь. И все. А ведь на дансингах раньше музыку играли. Да. И какую еще? Извините. Да. Другое дело совсем было. Я абсолютно не ругаю современное поколение. Значит, жизнь такая. Значит, жизнь сегодня такая. Все. Вот. Жизнь сегодня такая. И другой ее нет. Почему так? Я не знаю. Я тоже не могу сказать. Но я надеюсь, что мы это переживем. А это ведь все. Это отображается и в политике, и в экономике, и во всем. Во всей человеческой жизни. Человеку говорят. Кушать ты будешь вот это. Слушать ты будешь вот это. Жить ты будешь вот так. А кататься будешь на вот этом. И все. Все. И все. И больше ничего. Человек скоро будет так. Но я не могу сказать, что это будет абсолютно так. Но скоро. Раньше человек в механическую машину сел, завел и поехал. А сейчас компьютер гикнется, и он никуда не поедет. Он даже дверь не откроет. Машины. Не просто никуда не поедет. Дверь не откроет. Нет выбора. У нас нет выбора. Либо нет бы делали так и компьютер, и механика. Нет. Все уже завязано в один клубочек. И если уж кому-то сильно захочется, то ни одна машина скоро вообще никуда может не поехать. А помните, что во времена нашей с вами молодости говорили по этому поводу, что роботизация, автоматизация достигнет таких высот, что человек высвободит всю свою энергию для творчества. Не помните, что такое было? Так говорили, так думали. Ну так думали, да. Но это большое заблуждение. Так оказалось. Да. Это оказалось большое заблуждение. Мало того, я очень сомневаюсь, что когда совсем роботы высвободят рабочую силу, я сомневаюсь, что не придумает кто-нибудь, какой-нибудь человек и скажет, что ребят, надо от населения избавиться. Кормить его не... Тогда сами роботы придумают. Зачем человеку-то это придумывает? Да. Роботы избавятся от нас. Да. Кормить нечем. Субы. Да. Чего живет, непонятно зачем. Умничать. Для чего он нужен. Даже сформулировать не может. Зачем? Сформулировать не может. Так он на работу ходил, что-то делал там, да. А, кстати, вы можете сформулировать, для чего вот вы живете, например? Я могу. Абсолютно. Я, во-первых, живу для того, чтобы жить со своей семьей, которую я очень люблю. Жить с детьми, увидеть внуков, увидеть... Я хочу поженить внуков. У меня такое. Ну, может, это и не получится, а может, это и не получится. Я хочу музыку играть. Я хочу радоваться, когда я играю музыку со своими музыкантами. Я хочу радовать людей, которые приходят на мои концерты. Вот это я хочу. Вот я ради этого и живу. В общем-то. А скажите, с точки зрения, вот, такой технический вопрос, совершенно практический, скорее. С ангажементом сложнее становится в последний год-два? Нет. А мне вообще, мне вообще, вот, денежная сторона моей жизни интересует, ну, ровно только поскольку. Потому что, ну да, надо обеспечивать семью, это я знаю прекрасно. Но дело в том, что если бы сейчас во всех странах, в которых я бываю, стало бы лучше, тогда бы я сказал, ну, в моей стране что-то не так. Везде стало хуже. А я не про нашу страну, я в целом говорю. В целом, везде стало хуже. Люди стали жить хуже, и это видно. Напрягаются люди везде, даже в самых обеспеченных странах. Живут спокойно по-прежнему. Ну, дело в том, что когда все налажено, так как, ну, вот, все хорошо. Но я убедился в другом, самом страшном. Я убедился в том, что, ну, общественно-экономическая формация, которая называется развитый капитализм, оказывается, может построить себе позволить только страны, которые, в общем-то, так или иначе живут за счет других. Ну, для того, чтобы, допустим, какая-то большая страна и очень так сильная страна жила хорошо, она каждые два года где-то воюет, у кого-то что-то отбирает, что-то где-то бомбит, еще что-то делает, и за счет этого живет. А иначе нет. Или она напечатает деньги. Она имеет право, потому что, ну, как вот так получилось, то их деньги, они главные. Поэтому их можно печатать сколько угодно. Ну, они, наверное, не сколько угодно печатают, но они могут себе это позволить. Все остальные не могут. Значит, либо мы дурим кого-то, либо отбираем у кого-то, либо мы печатаем деньги. Вот так мы и живем. А говорим, что мы живем, потому что вот у нас такой прогрессивный строй. Ерунда все полная. Все так или иначе живут, когда... Это понятно, но просто прогрессивных строев нет и быть не может. Конечно. Ни один из них не прогрессивный. Но есть более прогрессивный на сегодняшний момент и менее прогрессивный. Ну как, но ведь капиталистическая страна маленькая, все равно не может жить, как капиталистическая страна, которая есть много силы. Она может куда-нибудь пойти, у кого-нибудь что-нибудь забрать и сказать, что, ребята, вы знаете, вы тут плохо себя ведете, ну дайте нефти, пожалуйста, а я вам не буду бомбить. Ну идет же бандитизм по всему миру, ну что говорить, все так и идет. Ну мы опять к политике. Мы договаривались, Сергей, не будем о политике. Да, но дело в том, что это же... Ну как у нас телефоны не производства капиталистического, вернее, производства. Да. Шмотки производства капиталистического. Ну вы знаете, я могу сказать, что, во-первых, клавиши далеко не все производят. Голландцы, например, клавиши не производят. Ну и что? Ну и что? А кто кроме капиталистов производит хорошие клавиши? Кроме капиталистов. Нет, а вы знаете, я скажу, что если, значит, это карт-бланш для того, чтобы кого-то бомбить, я от клавиши откажу. Да нет. Если это только... Ну, значит, если человек что-то изобрел, он имеет право кого-нибудь что-нибудь отобрать. Да вы не откажете. Как вы можете отказаться? Нет, я не представляю, как вы можете на манукеан отказаться от фоно. Я могу запросто отказаться играть на обыкновенном фортепиано. Если это... Рукная фоноа – блютнер. Да. Ну, это все равно не блютнер, это все равно что угодно. Вы знаете, я скажу так. Если в какой-то стране кто-то что-то умеет делать, ну и что? Это что, достижение? Это значит, ты имеешь право попирать мое достоинство, что ли? Если я покупаю... Да и раньше было так. Люди приезжали из Италии, строили в России какие-то там серьезные дома и какие-то там... Кремлевскую стену, например. Да, неважно что. Ну и что? Я тоже так вырос. У меня тоже приходили рабочие что-то строили. В моем доме я ничего не делал, мой папа тоже ничего не делал. Чего тут особенного? Я ничего тут особенного не имею. Да нет, ну ты не спорить. Вы знаете, что я хочу? Давайте под завершение я вам задам вопрос. Ну, мы как угодно, но мы подошли к этому вопросу в разговоре с вами. Скажите, ну и прогноз ваш на ближайшее время. Ну, я считаю, что человечество, Бог есть, у меня абсолютно нет никаких сомнений. Господь все решит. Господь либо вразумит людей, это будет страшная штука на самом деле, либо человечество само одумается. Я вот надеюсь на второе. А сколько процентов вы отдаёте на это второе? Надеяться-то можно, а сколько процентов вы отдаёте? Ну, во-первых, я не Кассандра, чтобы рассказывать, что будет. Я понимаю. Я очень люблю людей, и очень люблю мир на земле. Очень люблю людей, которые к этому стремятся хотя бы. А если люди идут воевать, и даже сами не знают, за что, как всегда это бывает, как Наполеон говорил в своё время, если солдату скажут, за что он воевает, он воевать не будет. Он абсолютно правит. Я за мир. Я хочу, чтобы люди договорились. Я хочу, чтобы люди решали вопросы, как договориться, а не решали вопросы, как что-нибудь у кого-нибудь отбирать. Вот это я хотел. И я думаю, что или поздно к этому он придёт. Я очень в этом и... Спасибо. А значит, нельзя. Спасибо. Спасибо всегда.